Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз. Буквально пару минут назад стало известно, что Крещан Роналду во второй раз подряд и в третий раз вообще за всю свою жизнь получил золотой мяч. И, само собой, это вызвало просто дичайший всплеск и рывущихся пуканов, и счастливых лиц, и, в общем, эмоции, 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 что, в принципе, было прогнозируемо, я так думаю, что, в общем, если бы мяч взял бы Месси, то, само собой, радовались бы фаны Лео, а фаны Криша бы дико-дико усирались, а вот мне кажется, что если бы взял бы этот трофей Нойер, то, скорее всего, было бы чуть потише, но, в принципе, все шло к тому, что Роналду именно он золотой мяч получит, плюс днем нас слили инфу. Ну, как бы в СМИ я, честно говоря, как бы в это я сначала не поверил, но потом видел на всяких более серьезных новостных, так сказать, сайтах, помимо новостей на пабликах ВКонтакте, то есть, в принципе, там все подтвердилось, но и в итоге мы видим, что и вправду Лев лучший тренер, а Роналду лучший игрок. Ну, мы сами понимаем, что вот кто достоин золотого мяча, и вообще всего золотого он достоин, этот парнишка, скромный чувак, 7 матчей, в сезоне 20 миллионов голов, по-моему, это нормальная статистика. В общем, что я хочу сказать. А сейчас ВКонтакте, я думаю, что вот эту вот ночку и завтрашний день, скорее всего, будут дикие споры, будут такие вот разговоры по типу, там, отсосовая члена Брыган, Хулиагриша, в общем, вот такие вот разговоры будут. Я в них, само собой, вступать вообще не хочу. Почему? Потому что я уже все-таки взрослый человек, мне это неинтересно. Да, мой любимый игрок из моего любимого клуба получил эту награду, это очень здорово, конечно, но не более того. Он получил ее уже не впервые, я, в принципе, этого ожидал. Я объясню, почему я этого ожидал, вот, сейчас. То есть, для меня это хорошо. А когда Месси получал награду 4 раз подряд, я тоже не расстраивался, мне, в принципе, все равно. Вообще, золотой мяч, это не такая-то и великая награда. Награда в последнее время стала, потому что, ну, как сказать, то есть, вот, раньше золотой мяч, ну, редко кто получал, вот, даже 2 раза за карьеру, вот так вот. Сейчас мы уже видим, что Месси 4, Роналду 3, и не знаем, что будет дальше. Может быть, у Месси будет 5-й мяч. В общем, в общем, только история покажет. Я думаю, что сейчас зайти в любой новостной паблик, там будет просто пиздец. Вот, ну, например, сюда заходим, но видео, вот, 107 комментариев, 209. Я думаю, что из них, причем, комментарии такие левые, под левыми постами, типа, там, вот, смотрите, ребенок Роналду, вся хуйня, вот, а вот конкретно под постом про Роналду, ну, просто пиздец, мне кажется, комментариев, мне кажется, около 2 миллиардов, или около того, даже если на моей страничке тоже набралось почти под сотню, буквально, там, за несколько минут. Вот, в общем, все к чему я веду, к тому, что я в этом, само собой, не участвую, и почему именно Роналду? Я бы, наверное, будь я кэпом команды какой-нибудь, там, какой-нибудь Гваделупы, там, я бы, наверное, тоже голосовал бы за Криша. Почему? Потому что, во-первых, голосование было в ноябре. Вот, я это, на секундочку, я сам об этом раньше не знал, тоже думал, как так, вот. Вот, в ноябре, то есть, уже было известно, кто победит, а именно в ноябре был именно пик Роналду, то есть, он забил, там, по 3-4 гола в каждом матче, грубо говоря, то есть, он реально показывал потрясающую игру, и пофиг, что там, пенальти, херальти, он забивал реально много голов, он тащил команду, то есть, он был лидером лучшей команды на тот момент. Да, сейчас Реал чуточку подсдал, но вот именно в ноябре был, вот, реальный пик. В это время Месси играл, ну, как бы, то сыграет потрясающе, то вроде бы матч, ну, откровенно говоря, проваливает, то еще непонятно. Вот, именно это противостояние основное. Нойер, это, как бы, да, но все-таки я считаю, что золотой мяч должен быть по-прежнему у вратаётку одного Льва Яшина, потому что, ну, как бы, он, во-первых, наш чувак, нет, конечно, очень это будет некрасиво называть его чувак, извиняюсь, наша легенда, вот, 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 так что я считаю, что именно он достоин, так что, так что пусть он так и останется, тем более, ну, 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 да, но пропустил он в чемпионате Баварии, в чемпионате Германии, там, три гола за полсезона, ну, это ни о чем не говорит, он говорит о том, что весь чемп в Германии, кроме Баварии, ну, честно говоря, ну, не особо силен, то есть, там у него бывает момент за матч, и все, он его потащит, все, красавчик. Тут тот же Дехея, к примеру, в последнее время играет не хуже Нойера, вот, ну, конечно, его фишки с выходом, все такое, это, конечно, прикольно, но, тем не менее, вообще, вот, в футболе редко, редко обращают внимание на игроков защитного плана в последнее время, вот, на моей памяти, в последний раз ЗМ был у Коновара в 2006 году, это было, конечно, очень давно, уже почти 10 лет прошло, вот, так что вот такие вот дела, Роналду, конечно, получил награду, все, я считаю, что любой адекватный человек не будет вот в этом вот участвовать, вот это вот хуесосничество, вот это вот, блядь, в этой всей поебне и всем таком прочем. Почему? Потому что, блядь, ну, взрослые люди, будьте, не знаю, адекватнее, в конце концов, то есть, кому это нужно, я считаю, так. Вот такие вот делишки, дорогие друзья, Роналду получил золотой мяч, молодец, Месси не получил его, ну, что ж, ну, бывает, такой вот футбол. Ну, такие вот дела, как видите, каких-то особых эмоций вы по моему голосу не распознаете, вот, когда я снимал видео, где я орал по поводу победы Реала в Лиге Чемпионов, это было, да, это был пиздец, я там так орал, просто дичайше, а вот сейчас, ну, в принципе, ничего такого там, ну, оспорить с теми, кто говорит, там, Роналду на Реальчик, пенальтист, я тоже, само собой, я не собираюсь это их делать, назвать их как угодно, в принципе, это, ну, пусть будет. Так, вот, такие вот дела, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь, до свидания, не болеть там и всяческих вам. Была, до свидания.